Владимир Ужицкий ответил на вопросы жителей городского округа. Вот уже год такие встречи проходят в дистанционном режиме. Обращения к главе Люберец поступают по телефону прямого эфира, а также с помощью сообщений в социальных сетях и по электронной почте. Как прошел очередной онлайн-диалог, расскажет наш корреспондент. Подведение итогов и ближайшие планы встречи с жителями глава округа начал с небольшого отчета. Это в первую очередь затронул самую актуальную тему – COVID-19 и меры по борьбе с ним. Мы на сегодняшний день открыли пункты вакцинации во всех наших поликлиниках, это 12 пунктов. Открыли 10 стационарных пунктов, по сути, во всех наших крупных торговых центрах. Также мы открыли пункты вакцинации в активном долголетии, МФЦ и в ЖК Люберцы. Кланируем до конца этой недели открыть еще два пункта – это МФЦ «Тамилино», это микроем «Трицафабрика» и сеть магазинов «Метро», это Новоразанская шоссе 23-й километр. Также глава Люберец поделился планами по празднованию Дня Победы. 9 мая отметят в таком же режиме, как в прошлом году, без салюта и традиционного парада. Шествие бессмертного полка пройдет в онлайн-формате. На наших городских экранах, в социальных сетях будет вестись трансляция на телевидении, поэтому заявку можно подать с 20 апреля до 7 мая в личном кабинете на официальном сайте бессмертного полка онлайн. В своем докладе Владимир Ужицкий уже дал ответы на многие вопросы, но тем не менее от жителей активно поступали звонки и сообщения. Большая часть обращений коснулась точечных проблем. Когда нам начнут делать парковку у детского сада, между домами 30 по 8 марта и 28 дробь 1 по 8 марта напротив детского сада нашего Липова. Ряд вопросов коснулся состояния дорог и работы системы ЖКХ. Тема номер один для жителей деревни Марусино – качество воды. У нас на прошлой неделе произошла внештатная ситуация на центральном тепловом пункте Люберецкой теплосети. Они вынуждены были перейти с рабочего насоса на резервник. В результате перехода была поднята эта взвесь и вызвала помутнение немного горячего водоснабжения. На сегодняшний день качество горячей воды восстановлено. И в случае возникновения каких-либо вопросов, я просто убедительно прошу вас обращаться в социальные сети непосредственно ко мне. Все обращения поступивших от жителей, заместителей главы Люберец взяли в работу. Некоторые темы находятся под личным контролем Владимира Ружицкого.